Согласно данным Министерства занятости и трудовых отношений, с 1995 по текущий год зафиксировано порядка 52 тысяч узбекистанцев, задействованных в сфере услуги производства в Корее. Сегодня около 18 тысяч наших граждан работают в Корее официально. 14 июля около 750 кандидатов, изъявивших желание трудиться в Корее, сдали специальные экзамены. В первой половине дня 655 кандидатов были допущены к тесту на сдачу отборочного тестирования. Но общее количество кандидатов, принесших участие в экзамене, к концу дня превысило 750 человек. Тесты на знания корейского языка проводились с 8 утра до 8 вечера в большой аудитории, что позволило установить общий контроль над его ходом. Кандидатам было задано 40 вопросов на корейском языке, 20 текстовых и 20 аудиозаданий. На них было выделено 45 минут. По завершению экзамена заявители могли увидеть свои баллы на мониторах. Отдельное внимание уделялось открытости и прозрачности тестовых экзаменов. Привлечено более 100 наблюдателей. Вместе с тем установлено свыше 30 камер наблюдения, включая камеры с вращающимся механизмом. Экзаменационный процесс также транслировался в режиме онлайн на сайте Министерства занятости и трудовых отношений. Напомню, что количество наших граждан, направляемых на работу в Корею, зависит от количества квот, определяемых правительством Кореи для Узбекистана. Количество квот на 2019 год составило 3200 человек.